Сто раз буду повторять о том, что невозможно все наши публикации переводить видео в формат таких даже новостей. И в основном 2-3 приюта, про которых я постоянно рассказываю, вы уже к этому формату привыкли. Но иногда случаются либо ЧП, либо какие-то действительно очень важные события, когда я на какой-то период начинаю рассказывать про еще один какой-то из приютов. И в этот раз опять есть некоторые причины и обстоятельства, что я вот взяла в руки диктофон и начинаю записывать новый выпуск про другой уже приют. Немножко, ну как сказать, необычно это в плане того, что про него не было отдельных видео, аудио, выпусков. Но с другой стороны есть на то весомые причины. Да и мы его чуть-чуть и подзабыли. К проблемам конкретным я плавно вас подведу в течение нескольких выпусков. А пока начнем вот с самого первого. Котята объединяют людей. Судьба хвостатых малышей – главное для волонтеров. Долго мы молчали, так как были на то весомые основания. Но те, кто с нами уже не первый год, сразу вспомнят, о ком мы сейчас говорим. Признаюсь честно, у нас были с Нелли разногласия. Не оставаться дальше в стороне, когда животным и неравнодушной женщине нужна помощь, я больше не могу. Новые котодети, которых Нелли не смогла бросить и погибать на улице. Рассказывает наш волонтер Алла, которая всегда выступала куратором этого приюта. Британчики, черненькая девочка, шпротик с белым, мальчик. Плюшевые котодетки, месяца по три. Деток вынесли в мусорокамеру, как в мусор. Их было трое, а третий малыш, к сожалению, не вышел. Черненький, тоже плюшевый, кругоморденький мальчик. Вероятно, тоже метис британца или шотландца, месяца два. Сын Нелли нашел мечущегося его от страха возле дома. Котята, которые в свое время приметила Алла, был даже отдельный выпуск про это. Это две кошечки, месяца по два-два с половиной. Черно-беленькую уже таскали во дворе дети. Нелли забрала котенка. Трехсветочка в панике, искавшая сестричку, была отловлена немного позже. Подростки, месяцев по шесть, бело-серыми пятнами мальчик. Очень компанейский, доверчивый. И шпротинка девочка с роскошной плюшевой шубкой. Оставались в гаражах одна из котят Люси, которую Алла в начале ноября уже стерилизовала. Подросток-мальчик, бриташки трехсветочкой чихают и льют слезы. У Нелли нет средств на лекарства, тем более цены на их взлетели да нельзя. Я оторвала от своих животных, купила деткам самое необходимое. Сегодня начали лечение. Если не поможет, придется покупать еще более дорогие препараты. Средства, которые я не могу выделить ниоткуда. Надо своих кормить и лечить, рассказывает хозяйка Лунного. Тянуть из своих животных и помогать Нелли Алла не в состоянии. Цены на все бешеные. Животные только прибавляются. Расходы растут в прогрессии. Кроме этих малышей, у Нелли сейчас пять взрослых кожачьих. Всех простерилизовали в свое время. Девять собак, кроме последнего пёселя, малыша все стерильны. И сын инвалид на содержании. Для животных крайне необходима овсянка. На старой электропечке кашу из другой крупы сварить просто невозможно. Субпродукты, рыба, корм, качественная блохогонка, глистогонные препараты, диссредства, средства на кастрацию подростков после лечения. Это первоочередные и самые необходимые нужды.